Настало время настоящей боли. Doom вышел на телефонах. И самое время посмотреть и ознакомиться с новиночкой, хотя трудно назвать эту игру новинкой. Просто теперь можно нормально, допустим, на айфоне или на андроиде, полноценно, без эмуляторов и прочего, насладиться первым и вторым Doom. Так, нью-гейм. Всё, я готов выбереть эпизод. Давай выберем самый первый. Можно любой, как и, в принципе, уровень сложности. Я слишком молод, чтобы умирать. Ультра-Вайланс можно и Найтмар. Там вообще дичь, ты просто охереешь. Ты, блядь, прозреешь от того, что там с тобой будут делать. Давай выберем, например, вот второй. Такой, как бы усреднённый. Ну что ж, поехали. Смотри, по бокам видишь, чтобы не было чёрного экрана. То есть беседочка добавила у нас вот такие вот какие-то щупальца или что. Это непонятно. Такс, начинается. Я? Я. Угу. Головка от часов дыря, понятное дело. Я хотел сказать, что я как-то, как-то вот не особо играл в первый дом и второй, поэтому для меня это всё будет не то, что в новинку. Я играл в Ульфенштейн. Я играл на телефоне в первый и второй дом. Чуть-чуть буквально. Я был в то время с пиздюком, поэтому мне эти игры были не особо интересны. Я уже увлекался, помню, первым PlayStation'ом. Потом у друга появился второй. И там уже пошли игры какого-то другого формата и как-то более 3D-шные. Но я понимаю, что это отцы-основатели. Я понимаю, что от этого всё пошло. Поехало. Кстати, от этим и нажимается. Отлично. Но сначала нажимать нам не надо. Надо настроить sensitivity. Обязательно, потому что я даже на ступеньки с трудом попадаю, как видишь. Забираем ништяки. Забираем броньку. Фирменную нашу броню. Один из думов мы, кстати, проходили с тобой на канале, если ты помнишь. А, было дело. Так, бачуни, наверное, должны взрываться. Чувствую я, что это дело должно бу-бух делать. Бабах. Так, а там, по-моему, можно пройти. Смотри, тут есть карта. Где такие вещи очевидные, говорю, да? Карта есть в думе. Не открывается эта дверь у нас, да? Нет, всё, пожалуйста, всё открывается, всё зашибись. Здорово, ублюдок. О, да. Давай хоть посмотрим на него. Он похож на... Я даже не знаю, на кого он похож. Так, везде разбросана броня, шлемы. Всё это мы дело забираем. Армор бонус. 35 патронов, 100 хп и 101% у нас с тобой на арме. Это зашибись охеренно. Так. Слушай, а неплохо сделано. На самом деле, в принципе, играть комфортно. И это круто. Здоров, ублюдок. Уровень сложности у нас небольшой. Опять же, как бы, начальные уровни здесь сильно тебе драть в сроку не будут. Поэтому, знаешь, что мы сделаем? Знаешь, что мы с тобой сейчас сделаем? Мы сейчас вернёмся. Тут по центру, видишь, где 1, 2, 3, 4. Это, типа, взаимодействие. А там я чё-то нажимал. И это, по-моему, должно было открывать проход на внешнюю часть. Так, нажимай. Хули ты стал-то? Готово. Twice. Если мы нажимаем twice на бег, то, в принципе, я могу... Аааа! Вот о чём я и говорил. Надо всё-таки играть на геймпаде. Благо, для андроида и для iOS эти геймпады есть. Играются, правда, не во все игры. Но это ж кого-то волнует, разве? Так, побежали. Я думаю, что я успею добежать. Там ещё одна дверь была. Давай, братишка! Ты издеваешься, что ли, блядь? Ладно. Здесь УУ, это значит, дверь заперта. То есть ты там не пройдёшь, как бы ты не хотел. Попытка номер 3 у нас. Блин, позор. Мы даже пробежать сквозь... Проём-то не можем с тобой. Давай, беги, блядь. Беги. Есть. Слава богу. Так, сразу в кислоту за... Добронькой. И там были чельки. Отлично, кислота. Нам вообще посрать на эту кислоту. Что здесь? Тут у нас и медкит, и бокс оф буллиц. Отлично. Були мы взяли. Булли, ты это зашибись, блядь. Хорошо. Патроны здесь всегда нужны. Потому что мертвичины, всякой демончины. Здесь дохера. Вон, например, смотри, стоит красавец, блядь. Сейчас мы попробуем до него застрелять, конечно. Блин, ты меня видишь, блядь? Да, мы попадаем по нему. Это снаряд меня видит. Ой, как страшно, блядь, пиздец просто. Так, давай еще раз. Ну да, ну да, ну да, ну да. Меткость это хорошо, но не для нас. Ладно, пошли посмотрим. Там вроде открывается, наверное, дверь. А может и нет. Если что, мы всегда можем вернуться. Так, поехали. Мне бы... О, дробовичок пошел у нас. Ну, по крайней мере, только для него Патрики. Так, открывается дверь? Японский бог. Так. Ах, не успел ни хера себе, какой монстряк, блядь. Воу-воу-воу, братиш, спокойно, блядь. Не надо мне вот эти мансы-шмансы. Так, тут есть ништячки. Сейчас мы пилы заберем все. Хилочки, куда ж без них-то? Куда ж без хилок-то? Что это за страшные такие двери? Мне музыка нравится. В этой игре прикольный саунд. Оно действительно качает, оно динамическое такое, знаешь, прямо классно. В свое время, я помню, Дум выходил и на телефоны. Он был, по-моему, и в Ява, можно было поиграть. И чуть ли не на микроволновку установить и рубиться, рубиться, еще раз рубиться. Так, что там у нас? Вот оно что, наконец-то. Чувак, аж обрадовался, блядь. Ну, слава богу. Это то самое время, когда можно было убить с помощью дробовика практически на любую дистанцию. То есть ты стрелял, и тут нет понятия, я так понимаю, кучности и так далее, и тому подобное. Разброс здесь особо не учитывается. Так, нам туда, походу. Походу, мы все делаем правильно. Такс. Тут мы пройдем. Да, немножко по кислоте побегаем, ничего страшного. Дум еще славится тем, что тут куча есть секретов, куча разных интересных плюх. Поэтому давай заходим. Хорош! Левчанский-то выход с этого уровня. Так, нажимаем. Ух ты! Финиш. Финиш. Смотри, вот Марс. Экспедиция. Вот это все, что было, помнишь, в третьем Думе, показано уже полноценно. Вот это история. Вот это прям родитель этой жести, этих всех демонов. Ангар, финиш. Отлично. Давай еще один левел бахнем и посмотрим на вторую часть. В одном ролике обозрим сразу две игрушки. Потому что я их купил сразу две и решил не разбивать эту прекрасную ретроспективу на несколько частей. Ох ты, как охуенно. Не хватает, знаешь чего? Какого-нибудь Dolby Digital Sound, чтобы от выстрела из дроби у тебя прям аж под жилки, блядь, трясались. Хорош. Красавчик. Здорово, братишка. Ох, ебать его, разнесло там. Это серьезно. Это серьезная предъява на самом деле. Поэтому давай, знаешь что сделаем? Давай сюда зайдем. Работает? Это значит, что ты не можешь там пройти. Тебе просто злые всякие хрены мешают это сделать. А ты можешь взять броньку? Нет, там вентиляция. Через вентиляцию придется пробиваться. Так, пикапнули. Пока что бегаем, ходим. Не стреляй. Оу-оу-оу, братан. Блядь, так не вылезай. Я же как бы все-таки живой человек. Могу испугаться и убить тебя. Что в принципе, наверное, мы уже и сделали. Так, поднимаемся наверх. Посмотрим, что тут творится. По-моему, сзади что-то рычит. Какой-то ключ взял. Армор-бонус. Хуяк, блядь. Враги здесь что-то не особо пока умные, потому что мы выбрали с тобой не очень высокий уровень сложности. Чтобы вспомнить и насладиться, как же это было охерительно. Как же это было прекрасно. А сколько есть спидранов по этой игре. Сколько тут находились секреты, отсылки, пасхалки, хуялки. Чего-то тут только не было. А слушай, мы тут были. Сюда не заходили с тобой. Это какой-то подъемник. Так, поехали. Во! Здесь дробаши, ништяки. Вот тебе еще одна нычка с пушками. Это вполне себе обычное дело здесь в этой игре. То есть удивляться нечему. Там еще броня была. Но с бронькой придется, наверное, повременить. Или открываются? Открываются, конечно. По-моему, я возвращаюсь обратно. Что-то мне подсказывает, что я, по-моему, хожу тупо кругами. Так, мне надо как-то попасть в вентиляцию. Я просто не проходил, поэтому я эти все вещи не помню. Нет такого уж типа... О, я все знаю. Я сейчас пройду, блядь, на изях. Нифига. Блин, для меня это прямо новина. Так, подожди, я же тут был уже. Что-то я, по-моему, реально по кругу бегаю. Так, а что здесь? Мы тут были? Да, это, по-моему, подъем наверх, правильно? Правильно, это подъем наверх. Значит, от него идем в другую сторону. Например, вот сюда вот. Эта дверь была заперта. Это я тоже помню. Ну что? Нам надо вот здесь... Тут мы тоже были. Это подъемник кружбайки был. Ах ты, хитрая, блядь, игра. А вот сюда мне надо, походу. Здесь мы у одного черта уже завалили. И тут ништяки, смотри. И оружие, и хилочка, все как надо. Так, поехали. Что у нас тут? Вот вы где, блядь? Я уж соскучился за вами. Смотри, пиздык, блядь, его отхерачило. Так, а что у нас здесь? Что-то, мне кажется, тут есть интересненькое. Потрошки и хилка. Тут, кстати, что-то можно включить. Включить? Готово. Что-то мы активировали. Мне кажется, это либо можно будет забрать броню, либо откроется там была запертая дверь. Сейчас пойдем посмотрим. Посмотрим, кому можно будет навалять здесь еще. Ой, блядь, блядь. Стреляй давай, не хмыкай мне здесь. Тра, класс. То есть я не могу наводиться и ничего не делаю. То есть главное просто стрелять. Просто чтобы они получали по щам. Так, забираем. Забираем. И, походу, еще один. А, это спуск уже. Ух ты ж, нихера себе, блядь. Тихо. Лежать, ублюдок. Классно. Ты знаешь, на геймпаде, наверное, игралось бы более драйвово. Но музон тащит. Музон тут прям красота. Это что такое? Какой-то рубильник. И я могу пройти дальше. Хорошо. Чувствую, какой-то пасхалкой могло тут запахнуть. Так, хила нам не надо. А, это мы вышли. Это просто сквозной проход. Что у нас тут очки? Вот, это, походу, дверь, символизирующая то, что можно, наверное, отсюда выйти. Нихера, пацаны, спокойно, блядь, лежать. Я думал, что увижу Манкубуса, но мне кажется, что он появится немножко попозже. Дальше уже будет Манкубус тебе, Олежа, и все, что ты хочешь. Что-то я активировал. И мы с тобой прошли убежище. Это бомба убежище. Отлично. Накулер Плэнт. Чудник. Это 4 минуты, кстати, справились. А 60% мы, видимо, не всех убили, не все айтемы собрали и ноль секретов нашли на этом уровне. Фух. Так, что-то токсичное. А вы здесь. Тут даже показано, где мы находимся. Так что нормально. Блин, что мы нам пушечку новую не дали, а? Какую-нибудь нормальную такую, чтоб можно было бы раздать по полной программе. О, яд. Осторожно, яд. Но для главного героя это никогда не было какой-либо проблемой. Здорово, хер. Так. А если я бочу не взорву? Поздно. Поздно мы его убили раньше, чем взорвали бочку. Ох ты-то как жестко все. Воу, 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 тихо. Тихо, лежать, сученыш. Так. Учитывай то, пожалуйста, что я играю все-таки пальцами. В том плане, что я по сенсору вожу. Непривычно, да? Непривычно ни хрена. Ох ты ж, ебаный свет. Хорош. Взрывная волна здесь работает на ура и взорвало... Это ж такое, блядь. Что это? По-моему, оно разговаривает. И, по-моему, оно меня потихоньку убивает. Блядь, не убивает? Нет, я думаю, с ним какое-то взаимодействие определенно есть. Смотри, вон там рычаги. Там, по-моему, какая-то херня выскочила. Здорово, блюдок. Я не знаю, что ты хотел сделать, но этого ты уже не сделаешь явно. Во, здесь активатор. Так, давай нажмем. Такие штуки активируются, по-моему, временно. Она потом закрывается, и надо успеть что-то здесь нажать, видимо. Так, а что у нас тут? Дорогу, парина. Видишь, с одного удара вырубаются. Ты издеваешься, что ли, блядь? Так, поехали. Знаешь, сколько я всего пропуска... Воу, 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 блядь. Плохо дело? Плохо, 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 плохо дело. Благо, здесь есть подъемник. Вот это зашибись, блядь. Вот это хорошо. Все, батю спасли, можно бежать, да. Блядь. Тихо, 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 тихо. Видимо, разработчики в то время уже понимали, что когда-нибудь смартфоны будут такими крутыми, что будут тянуть их игру на максималочках, и придется человекам обучаться играть пальцами. А тут надо еще сенсу настроить. Потому что мало ли что. Здорово, парни. Прощайте, ублюдки. Все, забираем ключ. Открываем ништяк. Тут сразу монстр на нас, блядь, нападает в темноте. Фишка ж помнишь третьего дума какая была? Игра с тенями. С тенью. Это не как в фильме «Бой с тенью». Там именно вот в этом всем делали акцент, чтобы было страшно, чтобы из какого-то темного угла какая-то ебала выскакивала. Так что это нормально. Вон у нас, смотри, блуждающая душа, бля. Взял, ушел. Готово. Что-то, мне кажется, я, наверное, что-то упустил тут где-то. По-моему, тут что-то где-то активировалось. Так, бочкой все понятно. Что у нас здесь? Сейчас уровень-то пройдем и посмотрим на вторую часть. Как она работает. И что там у нас было интересного. Тем более она уже должна быть, как бы, мне кажется, не то что лучше, чем первая. Но как минимум не хуже. Так, пошли, бля, да что ж это я не попадаю, как пьяный какой-то играю. Так, что у нас тут очки? Такие моменты, наверное, хорошо было бы использовать карту. Да, у нас же есть карты. Так, открываемся. Так, там хило, мне не надо, в принципе. Вот что мне с тобой делать? Что мне с тобой херота делать такая? Там какое-то лицо, блядь, стремное. Так, а что здесь? Вы сюда вообще ходили? Судя по звукам, наверное, нет. О, привет, врачиш. Давай, подходи, подходи, не бойся, блядь. Ай, хотел взорвать бочуньку. Это было красиво. Что меня, блядь, убивает все время, летает? Тихо, 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 тихо. А, вот ты где, я уже, блядь, скучал. Смотри, бабах, блядь. Хе-хе-хе, вот это хорошо. Вот это было найс. Так, зайти-то мы сюда с тобой зашли. Теперь самое время покинуть это место. Тут же можно выйти? Без проблем. Без проблем, братиш. Слушай, ну, по-моему, мы вернулись, мне кажется, в самый начало. По-моему, играть тут началось, разве нет? Или я уже что-то путаю? Так, эти двери закрыты. Не пройти и там не проехать. Блин, я бы хотел какую-то другую пушку взять. Мне кажется, пора бы уже найти что-то помимо обреза. Хоть он, конечно, и мощный, крутой, сильный. Вот ты где, мой сладкий, блядь. Отлично. Опа. Эти чуваки в красном у нас еще не были. Красным, поциков, мы еще не видали здесь. Здорово. Вот это наш стандартный бро. Я помню, на первом PlayStation, кстати, похоже, был Quake. Quake 1. Нет, не 1, а может... Quake 2, по-моему. Стреляй же ты, блядь. Как они сзади там вынимают нас, смотри. Сейчас мы забрали патрики. Я спопробую. Бля, увлекает, ты знаешь. Казалось бы, да? Век современных технологий. Нельзя забывать. А то еще все начиналось. Стреляй, блядь, в эту херню. Во. Молочага. А вот и выход. Вот, кстати, у нас и выход с уровня. Прямо показано. Блин, а там внизу, по-моему, не были. Там крутилась эта синяя башка непонятная. Так, сюда я могу зайти? Могу, конечно, блядь. Конечно же могу. Поехали. Нажимаем активацию. И все. На этом уровне у нас заканчивается. Я думаю, самое время пришло посмотреть вторую часть, которую также адаптировали для современных смартфонов и планшетов. Ну что ж, поехали. Вот тебе и сразу Doom 2. В принципе, то же самое меню, только здесь смотри, что мы сделаем. Сейчас посмотрим геймплей. Надо убрать sensitivity. Я ставлю обычно вниз. Потому что по сенсору ты вводишь, как бы все понятно. Так, сингл, поехали. New game. Можно выбрать... Тут есть два уровня. Hell on Earth. То есть на земле. И по традиции... Ну давай третья уровня сложность. Такой, чтобы как бы усредненно было. Так, двойной этап. Это спринт. Я понял. Так, тут сразу чуваки, что ли? То есть мы сразу появились и сразу пиздилка. Зашибись. О-о-о, ребят, что-то вас много здесь, мне кажется. Ты какой махач, а? Походу им не понравилось то, что мы здесь находимся. Как видим, визуально, в принципе, и по музыкальному сопровождению, я думаю, что различий особо нет. Музыка такая же динамическая. Играется все так же. Графика, в принципе, та же. То есть различий... В этом я не вижу. То есть логическое продолжение первой части. Кто проходил, тот помнит, чем все закончилось. Так. Блин, у нас брони нормально нет? Давай пособираем. Так, это Жиза. Жизой все впаять. Блядь, вы что так вылазите-то, сука, как скримеры? Чуваков автоматы. А взять эти автоматы я не могу. Насколько я помню, оружие, по-моему, здесь, как и в Dead Space, было биометрическим помой. Я могу ошибаться? Ну, то есть оно было привязано к определенному человеку. Воу-воу-воу-воу, блядь. Я вроде не самый высокий уровень сложности ставил. Но игра с самого начала уже заставляет тебя попотеть солидно. Смотри, Жизни, блядь, 16 хп, ты издеваешься, что ли? Бля. Нихера себе. А может, я попроще как-то поставлю? Уровень-то сложности. Смотри, блядь, они там друг за другом, прям как это самое. Как роботы какие-то бегут. Да попадай же ты. Вот. Учитывая, что мы играли на том же уровне сложности в первую часть, там мы хотя бы уровня 3-4 свободно прошли, не поддыхая. Здесь я уже успел испытать боль. Боль, болеть и страдания. Ладно. Заберем тогда все флакончики эти. Все же заесть. Но этого мало. Слушай, а у меня есть вообще? Ничего нету. Я могу, кстати, с кулака пиздиться. Попробуем. Ну а нахуй, блядь. Да, с кулака эта идея не самая хорошая, поэтому давай возьмем хотя бы то, что у нас есть. Блядь, 65% жизни. Вы издеваетесь? Это никуда не годится. Слушай, а может я найду оружие какое-нибудь? Хер там-то, блядь. А, это типа конец, что ли? Серьезно? А в чем прикол? Подожди, такой маленький короткий уровень попался. Entryway. Он у нас называется. 36 убийств, 0 секретов, но предметы мы типа взяли все, которые были. Поехали дальше. Я смотрю, что уровни стали короче, значительно короче. Такое впечатление, что это какой-то не бэтл-рояль, а прям вот они появляются и сразу надо тупо всех отстрелять. Там мы шли, что-то открывали, искали. И только потом у нас... Да что ж ты будешь делать? Только потом появлялись у нас враги. Тут с самого начала тебя уже отстреливают. Так, это вода, вроде бы можно пробежаться. Жалко, что нельзя прыгать. Мне казалось, что в первом думе и во втором можно было делать прыжок. А, видимо, я перепутал его с квейком. Ух ты, там уже кряхтят, бля. Тихо, тихо, бля. Ой-ой-ой, чуваки с дробошами, смотри уже. А, это даже... Да, вот дробошочек, хорош. Слава богу, блядь. Здорово, ублюдок. Вот теперь мы, блядь, повеселимся с тобой. У меня семь патронов осталось и 38 хп. Здорово. Здорово, ублюдок. Я здесь пройти не могу. То есть, эта красная херота у нас не открывается. Бля, это печально. А, подожди, наверное. Что ты хмыхчешь, блядь? Надо было просто взять и открыть. Там вот что-то кряхтит. Что-то я отсюда какие-то... ...потуги, блядь, слышал. Ладно, давай еще раз. Братану херова, 39 хп. Слушай, а может туда просто стрельнуть надо, и это решит мне кучу проблем? Нет, так эта херня не работает. Слушай, а где они кряхтят-то? Я слышу, что какой-то звук идет. Так, тут мы начали. Тут мы что-то активировали. Эта штука тоже не работает. Странно, может какой-то баг произошел? Вряд ли, конечно. Так, походу надо было вернуться обратно и здесь типа пройти, как я понял. Ёп. Хорошо как. В смысле, блядь, ублюдок? Козлина, блядь, взял, убил. Вот теперь я чувствую, что со второго дома жопа будет знатно пригорать. Знатный анус подпеканус ждет нас. Тут все в порядке. С этими мы быстренько расправились. Да, видишь, тут пока блоки стоят, то есть там закрыто. Это я тот активировал. Получается, прошел здесь. Потом я там пройду до конца, активирую в то, что откроет чувака, который был заслонкой. Ну, я надеюсь, я понятно объяснил. Так что все должно быть ровно. Хм. Да, здесь уже как-то по скиллове посложнее стало. Ну, учитывая, какой я там уровень сложности поставил. Здорово, хер. Здорово, блюдок. Так, твое ружьишко мне надо бы забрать. Жив... Э! В смысле, блядь? И попадешь еще отсюда. Здорово. Видишь, я плаваю. То есть из-за такой сенсы я тупо плаваю здесь, как, блядь, корабль просто какой-то. Так, это мы активировали. У меня 34 хп. Этого крайне мало. Это очень мало-мало-мало. Так, вот эта козлина может меня очень нехило ранить. Ты херел, что ли, блядь? Готово. Фу, 41. Ну, хотя бы жить можно. Жить можно, не смертельно. Пошли сюда. Там мы заберем еще немножко хилы. Здесь важно, видишь, теперь уже не просто я тут король жизни. Теперь нас могут нехило поиметь. Отлично. Блядь, мимо! Опа, плохо дело. Здорово. Стреляй же, блядь! Господи, да ты издеваешься, что ли? Так, ну я вроде перебил. Тут, понимаешь, фишка в том, что я смотрел на экран монитора. А надо было смотреть на экран телефона, потому что есть небольшая задержечка. А в таких играх это кра... Ёбаный свет, вы че, блядь? Не, нормально, 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 блядь. Петушары этих всех поваляли. Слушай, мне нравится. Прям мясо, блядь. Сыть, бела дня. Здорово, херушки. Но он тоже быстро убивает. Ты че, блядь, гонишь, что ли? А че у вас так много здесь? О, рожбаечка. У нас двухстволочка. Наконец-то. В первой части мы не успели ее получить. Хотя бы получим во второй. Ой, как хорошо. А подожди-ка, а я же должен был че-то активировать. Я же помню, там была закрыта айхири. Там еще один активатор находился. Здорово. Бля, пацаны, меня поджидает. Слушай, мне нравится эта игра. Странно, что я в свое время... Заряжай, блядь! О, 35 хп. Че, блядь, гандонина, что ли? Совсем охренел. Что это? Сюда можно зайти? Ой. Ой, больно. Блядь, 20 хп осталось. Вы издеваетесь, что ли? Так, ждем этих псов здесь, потому что меня сейчас просто кончат нахер. Ой, блядь, плохо дело. Давай, козлина, блядь, вылазь. Так, этого мы завалили. Чувствуешь экшн? Чувствуешь? Блядь! Фух! Махина! Просто на махи... На этом, блядь. О, жизнь. Жизнь, жизнь. На автомате. Хотел сказать, что я механически его вынес. Блядь, 27 хп. Это хотя бы жить можно. Хотя бы не стыдно, блядь. Так, она его вольнули. Все, петух, блядь, затрал меня. Блядь, эта жопа горит от этой игры уже. Так, бронечка. Да, в дом надо... Блядь, завалили, творец! Или я еще живой? И че? И че? А, это типа такой баг был. Не, я уже заодно проходить не буду. В общем, мы посмотрели первый дом, мы посмотрели второй. Мне второй даже больше понравился. Он похардкорнее. То есть без записи, тупо посидеть, повспоминать, поиграть. Было бы кайфово. Было бы прям очень, прям кстати. Вот такая вот у нас сегодня ретроспектива. Вот так мы посмотрели. Хорошо забытые игры, которые выпустили в 2019 для современных смартфонов и планшетов. Doom 1 и Doom 2 сегодня был на экранах. Так что, если понравилось, то палец вверх, подписывайся. И напиши, что бы ты хотел еще поиграть, посмотреть. В общем, что-нибудь интересное. С тобой был Брейн. Спасибо. Пока-пока.